Кабина механика водителя управляет агрегатом. Прапорщик, наш обычный прапорщик, 123,5 тонн. Ракетный комплекс «Ярс» – модификация известного «Тополя-М». Дальность полета этой ракеты – 11-12 тысяч километров. До противника дотянется, говорят в дивизии. Глава региона Виктор Томенко впервые встречается с ракетчиками. Военные Сибирского – одни из первых в стране перевооружились на новые «Ярсы». Для многих государств этот ракетный комплекс – мощное ядерное сдерживание. Наш подвижный грунтовый ракетный комплекс – настоящая головная боль, предмет особой озабоченности нашего вероятного противника. Около 6 тысяч человек непрерывно несут боевое дежурство на боевых постах. В боевом составе сегодня находится около 400 пусковых установок. Провень, который мы сегодня увидели, он очень высокий, он очень достойный, но из этого можно сделать вывод, что надо постоянно продолжать поддерживать его в таком высоком качестве. Четыре года подряд зато Сибирский становился лучшим закрытым образованием РВСН во всей стране. Это сейчас в городе есть спортивные центры, бассейн, дом культуры, комфортное жилье. В 80-х годах, когда в Сибирске только начинали строить, военным семьям приходилось жить в холодных палаточных городках, деревянных казармах. Сейчас население зато 12 тысяч человек, третий из них – дети. Вопреки стереотипам, жизнь за забором есть, да и дети не бегают с рождения с автоматами. Это музыкальная школа. Не каждая барнаульская оснащена такими инструментами или вот интерактивной доской для сальфеджио. Точно так же, как и не в каждом детском саду края, увидишь собственный бассейн и сауну. Виктор Томенко посетил один из трех детских садов Сибирского. Зато сибирский без преувеличения называют самым безопасным местом в Алтайском крае. Несмотря на то, что на такой маленькой территории расположено оружие, которое может уничтожить половину планеты. Надеемся, что ракетчикам никогда не придется использовать его в деле. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком.